Дорогие друзья, мы прочитаем два местописания Евангелия Матфея, первое место Евангелия Матфея, 13 глава 44 стиха. Евангелия Матфея, 13 глава 44 стиха. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. И второе место, это тоже Евангелия Матфея, 19 глава 16 стиха. И вот некто, подойдя, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убей, не пребрадействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Иисус говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. До этого места. Мы прочитали знакомую историю про юношу богатого, уже слышали и утром. Но интересен тот факт, что юноша, перед этим Иисус Христос благословлял, возлагал руки на детей и говорил, что их есть Царство Небесное. Возможно, он проезжая, услышал краем ухом, о чем говорит Иисус Христос, и как бы задался вопросом, вот я несу такой праведный образ жизни, и как бы задался вопросом, и подошел к Иисусу Христу, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Возможно, он ожидал уже ответа, о, какой ты прекрасный, молодой, такой молодой, а так уже ты уже достоин Царства Небесного. Вы знаете, те условия, которые сказал Иисус Христос, для него это не было проблемой. Он говорит, что все это я соблюл вот с юности моей, и все это он исполнял, и, возможно, он это с каким-то особым тщанием или старанием исполнял. То есть он даже думал, что вот это особое достоинство у него было такое. Иисус ему сказал на тот вопрос, чего еще не достает, он говорит, пойди, вот раздай имение, вот, и следуй за мной. И вот здесь вот началось серьезное переживание. Те переживания, о которых юноша, может быть, дорожил чем-то особым, вот тем богатством. Действительно было большое богатство. Мы не знаем, каким путем досталось это богатство. То ли он заработал, может быть, это был молодой бизнесмен, может быть, он по наследству осталось ему, мы не знаем. Но то богатство, которое у него было, очевидно, что он очень сильно дорожил этим богатством. И вот оно-то как раз и мешало ему войти в Царство Небесное. Иисус Христос указал, что сердце, сердце этого богатого юноши принадлежало этому богатству, а не Царству Небесному. Что, оказывается, то, что он исполнял, это тот мизер. Но на самом деле сердце не свободно было для Царства Небесного. И первое место, которое мы прочитали, как раз говорится о Царстве Небесном. Я до какого-то момента не понимал эти места, потому что я прочитал только два примера, когда Христос сказал о Царстве Небесном. Там о драгоценности, которая вот на поле, и о жемчужине. И вот эти люди, они пожелали этого, вот эту драгоценность. И они пошли на все, только чтобы достичь этого, эту драгоценность или эту жемчужину, да? Я раньше не понимал, ну, почему, при чем здесь Царство Небесное? Ведь до этого Христос говорит в притче о плевелах, и там идет разграничение. Одно пойдет в Царство Небесное, а другое пойдет вот туда, где будет плач и скрежет зубов. И в конце там Христос приводит притчу и сравнивает, что вот подобно неводу. Когда закидываешь сеть, вытягиваешь рыбу, и потом отделяется вот одно туда, другое туда. И тут как бы понятно, вот люди все живут на земле, и в Царстве Небесном там будут отделяться. Один в Царство Небесное, а другой, ну, куда уже попадет. А здесь конкретно, и знаете, как-то мы были в Западной Украине и проезжали разными местами, я увидел там большие качели. Но это не те качели, на которых качаться можно, а это были установки по добыче нефти. И очень много этих точек было. Когда мы проезжали дальше через частный сектор, то я обратил внимание, что вот эти вот качели стоят в частном доме, то есть в частном месте, где дом и вот огород. И вот там же на огороде у него вот эта вот установка по добыче нефти. Я подумал, так этот человек богатый, так у него же там в недре этой земли, он столько может добыть этой нефти, сколько нужно, столько и добудет. Были бы силы и здоровье. И вот вы знаете, вот это для меня стало понятно, то, что здесь написано, Царство Небесное, подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет, и продает все, что имеет, и покупает поле то. Нужно было найти, купить, а у того в поле оно уже готовое стоит. Царство Небесное – это то, где мы собираемся быть. Это целеустремленное достижение Царства Небесного. Ничто не должно отвлекать нас. Да, у этого богатого юноши было то сердце привязанное туда, вот к этому богатству. Но чтобы достичь Царства Небесного, нужно оставить это богатство. Чтобы достичь Царства Небесного, нужно оставить все ради этого Царства Небесного. Я помню, вот когда читаем Ветхий Завет И Бог выводил израильский народ из Египта Вел через пустыню 40 лет Там пройтись, может быть, месяц Кто-то подсчитывал две недели, кто-то говорит месяц Но почему-то 40 лет они шли И то поколение, которое вышло, не все дошли Два человека, остальные там остались в пустыне Представьте, в Египте жил израильский народ Вот с этим идолопоклонством, вот с этим язычеством Вот с этим оккультизмом И все это укоренило сердце настолько Что нужно было освободить Израиль от всего этого египетского И только новое поколение, которое уже шло с Господом Вот оно только дошло в обетованную землю Вы знаете, нам нужно оставлять все то египетское Чтобы быстрее, то есть без всяких помех дойти в Царство Небесное И вот на примере с этим богатым юношей У него действительно было богатство, за которое он держался Почему Христос и сказал, что трудно войти богатому в Царство Небесное? И это не обязательно богатство У каждого, может быть, свой корень, который держит Якорь, может быть, где-то пустил Какое-то удовольствие мирское Может быть, какой-то грех запинающий Может быть, еще что-то Но он держит И тяжело войти в Царство Небесное Матфея 6 главе 21 стихе Христос на горной проповеди говорил в 6.21 Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше Где сокровище, там и сердце Вот если нравится эта земная, мирская жизнь Вот там и будет ваше Царство Но не небесное, а земное Вот там вы и будете царствовать Если хотите, имеете желание в Царство Небесное по-настоящему попасть Тогда нужно оставить все это Тогда как этот купец, зная драгоценность Оставит все Продаст все И купит вот это вот Именно вот это купит Так же само и о жемчужине здесь написано Еще подобно Царство Небесное купцу Ищущему хороших жемчужин Который, найдя одну драгоценную жемчужину Пошел и продал все, что имел И купил ее Ценность жемчужины Стоило всего состояния То, что было у него нажито То, что имело ценность Оно перестало быть ценным И вот эта вот жемчужина Она представляла самую большую ценность Для нас эта жемчужина Это Царство Небесное Христос привел такое сравнение Для того, чтобы мы стремились К Царству Небесному Чтобы ничего нас не держало на этой земле Чтобы мы достигали цели Это говорится о правильных приоритетах В нашей жизни Есть Да, конечно, много нас окружает мирского Например, сегодня, я знаю, кто-то поехал На открытие рыбалки во время вечернего служения В другое время кто-то занимается еще чем-то И вот если расставить правильные приоритеты То богослужение, оно важнее Потому что оно приведет меня к Царству Небесному Потому что именно здесь я услышу Слово Божие Потому что здесь Церковь Божия Здесь Христос Здесь молятся Здесь прославляют Господа И только здесь мы можем приблизиться к Господу Если мы будем находиться в это время Где-то в другом месте То я уверен, что это будет Возможно, тем корнем Который будет нас подтягивать И оттягивать от Царства Небесного Ему слава за все Аминь Будем рассуждать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому